Фракталы — это некогда модное слово. И сейчас это направление существует в определенных кругах популярно, но примерно в 90-х годах прошлого века на них возлагали большие надежды. Ожидалось, что вот-вот компьютеры станут быстрее, и мы увидим чудеса фрактального сжатия, фрактальный алгоритм заменит традиционные. Шли годы, но как-то революция не наступала. Помнится, еще в конце 90-х были доступны программы для сжатия фрактального формата, для фотографий. Действительно, неплохое было качество, но в народ они как-то не пошли. Фрактал — это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. Термин был предложен Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, которыми он занимался. Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги Мандельброта «Фрактальная геометрия природы». Графические изображения, построенные на фракталах, выделяются в отдельную форму изобразительного искусства. Фрактальная графика, как и векторная, вычисляемая, но отличается от нее тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Фрактальное изображение строится по уравнению, ну или по системе уравнений, поэтому ничего кроме формулы хранить не надо. Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую фрактальную картину. Простейшим фрактальным объектом является треугольник. Нужно взять равносторонний треугольник, разделить каждую из его сторон на три отрезка, и на среднем отрезке каждый из сторон снова построить равносторонний треугольник со стороной, равной одной третьей стороны исходного треугольника. А на других отрезках построить равносторонние треугольники со стороной, равной одной девятой. С полученными треугольниками повторить те же операции пока не надоест. Треугольники последующих поколений наследуют свойства своих родителей. Так рождается фрактальная структура. Процесс фрактального наследования можно продолжать до бесконечности. Взяв такой бесконечный фрактальный объект и рассмотрев его в лупу или микроскоп, можно найти в нем все новые и новые детали, повторяющие свойства исходной фрактальной структуры. Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и неживой природы. Обычная снежинка, например. Фрактальные алгоритмы лежат в основе роста кристаллов и растений. Заглядите на ветку папоротника, и вы увидите, что каждая дочерняя ветка во многом повторяет свойства ветки более высокого фрактального уровня. В отдельных ветках деревьев с чисто математическими методами можно проследить фрактальные свойства всего дерева. Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы вычислительным путем часто используется для автоматической генерации необычных фрактальных иллюстраций. Субтитры создавал DimaTorzok